Бай-о-бай, бай-о-бай, свои глазки закрывай. Спи-ка, Саша, весело, вставай, широкое рассвело. Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю, вставай, широкое рассвело, чтобы солнышко взошло. Лю-лю-лю, солнышко взойдет, и раса на землю падет. Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю, а пастух выйди на лужок, и заиграй-то ворожок. Как я на колыбельные вышла. Я слушала по радио, как и весь наш советский народ, русские так называемые народные песни, как все, от них страшно морщилось. Это, конечно, не были руссконародные песни. Это такая руссконародная попса была. А культура, вот огромная, сложнейшая, красивейшая культура русских народных песен, она продолжала себе спокойно жить в деревне. Ну, потихонечку вымирала, конечно. И у меня все время было подозрение, что что-то там вот еще такое есть, что мы не слышим по радио и по телевизору. И один раз, когда я была с родителями в байдаршном походе, в Карелии, по карельским рекам, по карельским озерам, красота там необыкновенная, и в сельском магазине книжечка была, песня Карельского края. А я училась в музыкальной школе, сольфеджио меня было не заставить заниматься, естественно. Пристала к родителям, купите мне эту книжку. Книжка дорогая, 3 рубля, очень дорогая, кто помнит. 3 рубля – это большие деньги было. Вот как бы она и лист пристала, купите. Да ты не будешь читать, буду, буду. То ли я из упрямства стала, не то что читать. Вот каждая стоянка байдаршная, а там очень много было колыбельных. Открываю эту книжку и ноты читаю, и слова подставляю. И с этого началась моя профессия. Моя профессия и как фольклориста, и как певица. И потом уже везде, где только можно, я стала эти колыбельные выискивать. Они меня заворожили. А когда потом уже в экспедиции стала ездить, стала эти колыбельные собирать. О-о-о, зыбаю-позыбаю, отец ушел за рыбою. Мать это пеленок мыть, бабушка коров дать. А дитяты ковлюли спать, им без спать не писать, только глазки зажать. Есть еще бабушки, которые помнят колыбельные, которые их поют. Вернее, они говорят, как, не, я не помню, не помню я ничего. А как вот дашь вот так вот в руки, сразу вспомнит, сразу запоет. Колыбельные – это то, что осталось из глубокой-глубокой древности. Это еще, ну, гораздо раньше христианства пришло. Там очень много и текстов осталось языческих. У колыбельных часто присутствует такой бука, персонаж бука. А там бай да побай, поди бука на сарай. Но бука – это злой дух, двойник ребенка, который может в него вселиться. И его, значит, посылали и под крыльцо, и на сарай, на кирпичи. И хлев стоило там, где кони стоят, чтобы они затоптали этого самого буку. Считалось, что самое опасное время – это до двух лет. До двух лет тоже ребеночка надо изо всех сил оберегать от злых духов. Кстати, очень много, где ребенка крестили еще до того, как груди приложат. Сперва окрестьят, а потом уже даже груди прикладывают материнской. Что делали, чтобы больше не просился в колыбельку и в люльку, по люльке не плакал своей? Отец или дед, моряд, взят его в шубу наизнанку вывороченную, шапку надвинут. С шумом, с грохотом он в избу вваливается, эту люльку хватает и вносит. Ребенку говорят, о, все, булку унес, булку, колыбельку унес. И он уж больше не просил. Снова до педагогики дошло, что до года, до двух лет уже все, ребенок сформировался. А раньше это было само собой разумеющееся. В три года ребеночек уже работал. В три года на ребенке могла бы, на девочке, вся посуда в доме. Детки в четыре года вот такие вот лоскутные одеяльцы шили, ниточки сматывали, делали специальные маленькие прялочки. На специально косы маленькие, специально серпики маленькие. Огород пололи, скотину кормили. Дед ямки роет, ребенок там, сколько ему? Год. Он картошку сажает. Раз, дед ямку выкопал, годовалый ребеночек, клубень посадил. Мы же своих детей. Не-не-не-не-не-не-не-не, пусть играет, пусть отдыхает, пусть на конструкторах учится. Он, видите, конструктора не хочет. Вот работа – это лучшее воспитание, на самом деле. О влиянии материнского не только голоса. Вот почему хорошо, когда мамочка поет. Дело в том, что ребеночек в утробе начинает слышать и различать звуки с 14 недель. И самый основной звук, самый громкий, который он слышит, это стук материнского сердца. И, естественно, с этим материнским сердцем идет подстройка и по дыханию. А колыбельные, они идут в ритме сердца, в ритме дыхания мамочки, и голосу мамочки ребенок тоже привык. До двух лет ребенок неотделим от матери. И колыбельные – это как раз такая, можно сказать, терапия, которая дает возможность ребенку оторваться от матери спокойно и постепенно. Как раз вот до двух лет ребенка держали в люлечке. И с ней мамочка сидела. Если, конечно же, дом богатый, ну это вот в старые времена, и если не советское время, когда уж там гнали на работу, только родила уже на работу. Тогда, ну как, плохо приходилось. Старались, конечно же, чтобы сидела бабушка. Если есть своя бабушка – прекрасно. Еще вот слова даже колыбельные есть. Не дай бог, как нет старушки, нет у бабушки родной, нет у нянюшки нанитой. Нанимали. Нанимали бабушек. Платили им. Ну не деньгами, конечно, там, едой, чем дровами. Если бабушку не нанять, то девочку. Ну вот в семь-восемь лет спокойно девочка и мальчик тоже мог сидеть. И те же самые колыбельные петь. Колыбелька смешная. От лица вот нанитой, нанитой бабушке. Баюшки побай, да мне за бай к нее подай, лю-лю-лю. А мне за бай к нее подай, да за важен ее рощи тай, баю-бай. А я немножечко прошу одну чашечку чайку, баю-бай. Одну чашечку чайку, да кусочкой сахарку, баю-бай. А два кусочка сахарку, да кусочкой хлебушка, баю-бай. А мет калитку да пирог, бросим и ленку под порог. Баю-бай. Ой, детей оставляли сидеть с малышами совсем. И вот вспоминают бабушки, которые были тогда этими детьми. Привяжут веревку к люльке, а сами на улицу играть. И что-то подергают, подергают. Бывало, что вываливались из люлик-то детки. Сейчас еще что нехорошо в современной цивилизации, то, что традиция нарушена. Молодые стараются стать старыми как можно скорее, а старые молодятся. Бабушки вот все пытаются доказать, что никакие не бабушки. Они молодухи, они еще все могут. Это перевернутый мир. Это все наоборот. В традиционной системе, там как? Если отец профессор, то дед это уже академик. То же самое. Мамка – это учителька, а бабушка – это уже тот человек, к которому действительно можно обращаться за опытом. Да, кстати сказать, сейчас тоже вот ребеночка, каждая мать оберегает. Не скажи никто слово ребенку. Как кто-то посмел как-то ее ребенку учить? А когда представление о воспитании общее, когда все это в традиции, действительно, ребенка воспитывала вся деревня, вся община. Чужих детей не было. И мать только спасибо скажет, если кто-то поможет ее ребенку поучить. Слава тебе, Господи, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. И поклонимся. Колыбельные – это абсолютно живой жанр. Он как частушки. Ах, как ты, девочки, как и пилашки, брата, я усюна с малой рубашки. Частушки, они отражают современность точно так же и колыбельные. Если мамочка хочет ребеночка своего усыпить, конечно, надо знать традицию. Надо изучить и стилистические, и тексты, и музыку. Но спокойно можно вплетать в колыбельную современные реалии. Спокойно, ну там, не знаю, баю-баю-баюшок, под окошечком снежок. Творник снег метет, Ване спать не дает. На улочке грузовик хочет Ваню задавить, а мы Ваню не дадим. У нас Ванечка один, Ваню надо нам самим. Грузовик не гуди, а у нас Ваню не буди. Грузовик гудет, Ваня сну везет. Ну, что плетется, то плетется. Так и делают мамки. Так и делают. Они сами придумывают. Но так как они воспитаны в культуре нетрадиционной, они и мелодии берут из кинофильмов и современных песен, и слова тоже такие вот, стилистические обороты. А это не работает. Надо сначала изучить традицию, а потом уже вот самой можно плести колыбельную. Баю-баю-баюшок, в огороде петушок, Петя громко поет. Ване спать не дает. Ваня, Ваня, помолчи. Да и, Катька, поусни. Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-бай. Не ложись, девка, на край. С краю скатися. А мамки хватися. Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Качаю кладу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова